Приветствую вас, мои маленькие жевжики, а также жевжики среднего размера и покрупнее. Я в вашу личную жизнь не вмешиваюсь, как вы себя идентифицируете, это ваше дело. Фераксис анонсировали очередную часть дополнения New Horizons, выйдет это дело 19 ноября, и вот что там будет. Во-первых, новая цивилизация. Тут я немного удивлен, потому что это будет Вавилон. Честно говоря, я думал, раз мы имеем шумеров в игре, то Вавилон уже не предвидится. Но это в некотором смысле, конечно, такое масло-масляное, хотя и шумеры могут считаться полулегендарной цивилизацией. В любом случае, ни способности Вавилона, ни лидер Вавилона неизвестен. В пятой цивилизации это был Навухатоносор II. Кто будет здесь, можете поугадывать в комментариях. Разработчики обещали, что Вавилон будет нас впечатлять наукой, но это, кстати, опять повторение пятой цивы. Там Вавилон и Корея были самыми научными цивилизациями, видимо, в шестерке тупо все повторится. Кроме того, добавится шесть новых городов-государств разных типов, а еще 24 новых великих человека, среди которых нам обещают поэта Руми, антрополога Маргарет Мид, а также ряд менее нам знакомых исторических фигур. Честно говоря, извините меня, но я и поэта Руми с антропологом Маргарет Мид не знал. Очередной новый игровой режим называется Герои и Легенды. Он добавляет легендарных деятелей разных мировых культур в виде игровых персонажей. Так сказать, великие люди на стероидах, которые постоянно возрождаются, и их можно использовать многократно. Далее цитата из пресс-релиза. У каждого героя есть уникальные способности, связанные с мифами и историей. Наняв такого героя, вы и ваша цивилизация достигнете новых высот в развитии и науке, а также военной мощи. Знаете, такое ощущение, что в Фераксис придумали доту в пошаговой стратегии. Ну то есть появляются герои, а потом на этих героях можно будет и крепочков спамить из городов. Эти герои будут возрождаться, у них будут всякие способности на Q, V, E и R. Например, один из самых узнаваемых героев нового режима, легендарный обладатель меча Экскалибур Король Артур. А его основная способность одобрения Артура превращает соседний военный юнит в странствующего рыцаря, уникального тяжелого кавалериста с увеличенной боевой мощью и продолжительностью жизни. Кроме того, будут Геракл, Беовульф, Полинезийский полубог Мауи, Японская царица-шаманка Химико, Ариша, Бурь, Смерть и Возрождение в культуре народов Яруба-Ойе, Мифические Близнецы Майя, Хунахпу и Жбаланке, воскрешающие сухопутных юнитов врага. Ну, в общем, мне как-то это все звучит не очень интересно. Вот если бы они довели пиратский режим до ума, потому что, извините, там невозможно играть в связи с постоянной высадкой юнитов, Получить этих супергероев можно будет, исследовав карту через дипломатию с городами-государствами или выполнив проект Героический Эпос в одном из городов. Ну, чем-то как эти похожи на вот этот режим с тайными сообществами. Правда, каждый герой уникален, и если его возьмет другая цивилизация, то вам уже не достанется. Каждый герой может помогать только одной цивилизации за всю игру. Когда герой умирает впервые, после него остаются два шедевра реликвии, эпос и символический предмет. Эти реликвии будут усиливать цивилизацию на протяжении всей игры. Реликвии Героев можно будет помещать в монументы. Для этого, очевидно, в них будут добавлены специальные ячейки. Если кратко, то набор Вавилон посвящен силе отдельных личностей. 24 новых великих человека, коллекция легендарных героев и даже лидер Вавилона, славившийся своей харизмой. Это так, опять же, в пресс-релизе сказано, а кто лидер Вавилона фиг знает. Еще раз повторю, все это счастье выходит 19 ноября для обладателей New Horizons. Мое дело рассказать, а ваше поделиться в комментариях впечатлениями. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.